МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нюрбинский горнообогатительный комбинат – одно из самых молодых подразделений компании «Алроса». В прошлом году отметила свой 15-летний юбилей. За этот срок предприятие достигло высоких основных показателей, а в 2015-м комбинат вышел на пик своей производительности. Нюрбинцы переработали 18,5 миллионов тонн горной массы, добыли 1 миллион 650 тысяч тонн руды. Для сравнения, в 2013 году эти показатели были меньше на 12 и 25 тысяч тонн соответственно. Мы уже вышли на такой предел, начиная с 2012 года на максимальную обработку. Значит, у нас на сегодняшний день 18,5 миллионов горной массы комбинат делает, и эта стабильная ситуация будет идти до 2019 года, когда у нас будут стабильные объемы в небольших пределах 100-200 тысяч метров кубических, что не будет оказывать существенного влияния ни на производственный процесс, ни на количество трудового коллектива, и будет, значит, идти такая обычная нормальная платформная работа. Нюрбинский ГОК – лидер предприятий «Алроса» по производительности. Этого достигли силами полутора тысячного коллектива. Выработка на одного сотрудника в 2015 году составила около 370 тысяч долларов. Это один из самых высоких показателей «Алроса». В прошлом году на обогатительной фабрике номер 16 был введен в промышленную эксплуатацию участок фильтрации и сгущения. Задача этого комплекса заключается в обезвоживании отработанных фабрикой хвостов. За счет этого существенно снижаются их объемы и площади складирования. Самая главная задача ввода в действие этого участка – это отказ от строительства второй и третьей очереди хвостохранилища. Это очень затратные проекты. Это в проекте, первоначальном, значит, разработанном институтом «Икутнепро-Алмаз», концепция развития Наркынского рудного поля, значит, предполагалось до конца отработки построить еще дополнительно две очереди для того, чтобы размещать мокрые хвосты. Вот как раз руководством компании еще в далеком 2007 году было принято решение, значит, такой проект осуществить и внедрить в производство сгущения хвостов для того, чтобы снизить, во-первых, водозабор и практически свести его до минимума. Ну, вот такой пример, если мы раньше брали подпитка фабрики, у нас была 1200 кубов в час, на сегодняшний момент мы где-то в пределах 50 кубов всего воды, значит, оборотную воду используем всю, и подпитка у нас идет 50 кубов всего. То есть основная вода вся у нас очищается и пускается вторично это самое производство. Ну и, соответственно, уже размещение самих сгущенных хвостов, оно предполагает, значит, размещение их просто обычным складированием, как отвал породы для того, чтобы, во-первых, это сократит площади, занимаемые под эти цели, ну и, как я сказал уже, мы не будем, нет необходимости строить вот эти первую, вторую и третью очередь именно вот хвостохранилища. А это очень затратное мероприятие. На сегодняшний день, значит, эксплуатация у нас идет в штатном режиме, были там некие вопросы, проблемы, значит, первые такие, самые большие вопросы это были с фильтрующими элементами у нас. Фирма Добресек, которая поставляла все оборудование техническое и эти фильтрующие элементы, значит, немножко мы с ними дорабатывали, потому что заявленный тот ресурс, который должны были ходить, эти фильтрующие элементы, к сожалению, он не пошел. И приходилось, так сказать, в процессе уже эксплуатации дорабатывать эти вот элементы. На сегодняшний момент уже достигнуто, значит, наработано техническое задание, достигнуты договоренности с фирмой, производителем, и они нам уже опытную партию поставили. Мы сейчас ее установили и на пресс-фильтрах проводим, значит, испытания. В ушедшем году нюрбинцы продолжили также оценку работы опытно-промышленной установки. Она предназначена для извлечения мелких классов алмазов. Своеобразная мини-фабрика под открытым небом была смонтирована еще в 2014 году, однако тогда запустить ее на полную мощность не удалось. Из планируемых 10 тысяч переработать удалось лишь 7 тысяч песков. Полученные 54 тонны концентрата в начале прошлого года были отправлены на фабрики номер 8 и 12. В 2015 году установку не эксплуатировали, ожидая результатов оценки эффективности ее применения. В феврале месяце мы отправили сохранный концентрат туда на ИХАЛ, на 8-ю фабрику. После ремонта планового фабрики номер 8 34,5 тонны было в технологию запущено, отработали. К сожалению, там небольшие проблемы были с технологией. Излечения не удалось добиться полного полу. Добились излечения только всего 14%. И было принято решение, значит, оперативное такое, что оставшийся концентрат обработать на фабрике номер 12. Значит, это было все сделано, перевезен концентрат, подготовили фабрику в 12 после того же ремонта, чтобы схема была пустая, именно этот материал прошел. И запустили, отработали, обработали там все это, получили результат. Сегодня, значит, сентябрь-октябрь месяц в ЦОДе Айхальского ГОКа и потом в ЦСА, значит, алмазы эти были расценены, расклассифицированы, расценены. И сегодня, на сегодняшний момент, эти все материалы переданы в Якут-Непролмассов институт наш, где они работают, у них есть работа такая по как раз определению эффективности работы этой общей установки, да, этой опытно-промышленной установки. Значит, вот до первой половины 16-го года эта работа будет проведена, мы получим результаты, и тогда уже мы сможем, так сказать, заявить окончательно, что результат получен и каким он будет. Ну, на сегодня, так сказать, предварительные результаты пока обнадеживают. Не обошли стороной в Накыне и бытовые вопросы. Осенью здесь запустили новую станцию биологической очистки сточных вод. Это было необходимо для жизни растущего рабочего поселка. Та станция уже перестала удовлетворять условиям тем, которые требованиям, которые требования сейчас жестче все становятся к окружающей среде. Значит, и мы были приняты решение, значит, реконструировать этот блок биологической очистки, станцию биологической очистки. На сегодняшний момент, значит, там все основные строительные работы закончены. Значит, при пусконаладочных работах выявилась, так сказать, проблема с биологическим реактором, который там есть, потому что это было, потом, как выяснилось, ошибка в проектировании. То есть он просто не выдержал той мощности, сам конструктив этого реактора не выдержал мощности. Дорабатывали проект строительства станции инженеры управления капитального строительства и подрядных организаций, после чего строители укрепили биологический реактор. Это позволит вывести объект на полную производительность уже в начале 2016-го. Наступивший год несет горникам Нюрненского ГОКа новые задачи. Предстоит построить административно-бытовой комплекс и цех по ремонту горных машин, а котельную поселка энергетики планируют перевести на газовое топливо. И мы обязательно расскажем о подробностях и итогах этих работ в новом 2016 году.